здравствуйте друзья у натальи сегодня она это называется выходным у нее не выходной у нее сегодня день самоподготовки и она сама подготавливалась с утра а я вел урок у нас новая группа началась а потом у натальи был приступ ностальгии приступ ностальгии мы сейчас погасим в русском магазине ну он такой как бы не вполне русский но там набор как бы наших товаров близки даже не сомневайся там набор близких нам товаров он как бы лучше чем в любом русском магазине так что вот мы сейчас прибываем на паркинг-лод вот отоваримся ой немножко в русском магазине я бы не стоял очень снимал там когда-то он не совсем русский вот она обратном пути мы поговорим за жизнь поговорим за жизнь отлично все друзья отправляемся гасить приступ ностальгии это мои друзья есть время ходить в русский магазин а есть время выходить из русского магазина скажи наталья мы удовлетворили в какой-то смысле ностальгический порыв да так я немножко походила но магазин у вас так скажем не чисто русский нет тут много такого средиземноморского это я купила пельмешек с телятиной из москвы такой хорошенький сидит пельмени с телятиной купила и купила что я еще гречку гречку вот пожалуйста друзья что нужно для счастья человеку русскому ничего тем более там ярославская область там город рыбинск их там не было валит об вас при большевиках то конечно пельмени пельмени мы не видели никогда не все это серьезно бежать может вы сами любили кстати я сама любить любить люблю поменять а не кстати самое вкусное это когда ты сам будешь любить но некогда хорошо скажи мне вот такой вещь мы с тобой записывали сюжете про расскажи о себе вопрос на интервью и вот так ничего я не знаю что там и вдруг сразу два десятка там дислайков что довольно много я не могу понять что там не понравилось вот ты считаешь что я считаю что потому что я была некомпетентна ответить на твой вопрос и я ответила я наверняка ты играла свою роль подопытного кролика так сыграла мы хорошо сыграли я считаю что мы оба это не потому что ты что-то не так или там я что-то не так ну допустим я видела комментарии что наталья полезла не туда и это абсолютно не ее как бы это опять же мне кажется ты видишь нет не то из-за чего нам дизлайки она из-за чего не знаю может быть они считают что мы учим каким-то манипулятивным приемом знаешь что вот я учу как манипулировать вместо что прийти искать гробой его всех видела мирашин митестер миджоп нет вообще был конечно как он привык вот там занавеску сморкаться пришел на интервью и высморкался а вы вместо этого учим его чтоб он поинтересовался там я думаю я считаю что дислайки поставил тут у даже и не посмотрел видео а тот кто посмотрел он прекрасно понял что мы дали просто бесплатно инструмент с которым можно входить в любые двери и пройти интер те кто не смотрел это 5 дислайков со специальных сайтов заходят и ставят дислайки знаешь как есть как бы статистика другого 5 7 это вот те кто не смотрит а просто такие хейтеры они ходят и ставят дислайки это 57 а тут все-таки 20 я думаю что такое насколько просмотров то у нас 5000 воды фига там удачи 420 дислайков о чем мы говорим дети сидят да ну дети да им хочется прийти высморкаться в занавеску да ты знаешь про аштируется анекдот не считая про штирлиц оглянулся вокруг и увидев что в комнате никого нет смачно высморкался в занавеску хотя бы иногда ему снова хотелось почувствовать себя полковником исаевым полковники исаевы нас не одобрили хорошо что вот на сегодняшний день вот и неделю уже проучилась что самое сложное во всем высидеть в классе или в голову не идет это ерунда или там подписчики отвлекают своими комментариями что ты что тяжело никто не отвлекает и ничего не тяжело я как бы ты знаешь мышь я была готова к тому что будет вот именно вот это вот этого уровня тяжело да вот и держит и нет ты не досыпаешь нет но даже не в них не в этом дело тяжело было того уровня что я никогда не была тестером я была просто пользователем компьютера и конечно очень многие терминологии очень далеки от того от той жизни которой я жила поэтому я принимаю эти как бы вызовы так скажем я слушаю очень много лекций вот то что я вам они за то что у тебя в онлайне но нужен английский ну конечно на английском вообще на русском нельзя слушать потому что потом будет трудно перестроиться с русского на английский а вот я слушаю как бы вечером прихожу обязательно и дверь сначала я сказала дверь закрыта я смотрю за воду скважину я сделаю желчку она открыта ты знаешь у меня сегодня смешной случай вышел на уроке новая группа началась и там есть симпатичная девочка наташу ты видел ее до твоя тезка такая хорошенькая она математик еще по образованию и рвется в бой она не имела разрешение на работу пока муж был по рабочей визе сейчас получать ну и у нее не было практики в английском языке то есть она понимает она все но поговорить вот и она сидит вот на первом ряду вторая справа а первые справа сидит такой афроамериканец который поработал тестером потом где-то там проболтался потом еще чего-то его с инэплоймента к нам прислали значит повышать квалификацию веселый как я не знаю что такое да значит ну и там я спрашиваю что такое качество жива quality ну и наташа которая посмотрела там пару лекций уже записи и она так начинает говорить очень серьезно и она говорит что это вот там customer satisfaction но поскольку у нее разговорной практики нет то она customer satisfaction так говорит что каждое слово очень низ не сразу узнают и я говорю его давай посмотрим как он это скажет я бы давай ты вот скажи нам костюм с дисфекшен и он знаешь так сказал что я думаю надо ей теперь как у кого-то другого учиться я потому что значит а потом и сайт из фэкшен ну да понятно это что ну да но пошла на коже да я думаю уже жаждаю сервис фэкшен вот я думаю не надо у него учиться пусть уже у меня как быть пусть у меня тогда учиться и у тебя очень хороший английский очень понятный однажды женщина пришла и говорит я боюсь по-английски не пойму софи ягод что вы такое говорите миша так гид по-английски шоу все понимают все понимают и комплимент такой это суперский у тебя английский я тебе сразу скажу потому что вот у нас девушка из классе она давно живет в америке и она говорит так вот глотает то есть как положено не то что как положено она из штата из другого у каждого штата же свой акцент вот и у нее такой штат а не такой акцент вот у меня у первого мужа был уже такой акцент как вот знаешь как река льется то есть слова так они вместе а вене у меня говорит допустим он очень отчетливо каждое слове не изумительно мы свиньи когда делали по-английски и видео все написали мы все поняли он может он может быть диктором на телевидении вообще я я до сих пор не понял как ты его как ты его оторвал это да не знаю но втюрилась вот сразу или потихоньку сразу правда все-таки женщины такие чувствительные и сразу почувствовала что это мое а много раз тебя в жизни бывало что вот чувствовала что твое а потом не обязательно даже не знаю не припомни и боксами у нас тут есть паркинг так что ты посоветуешь молодым девушкам которые не знают встретили они его или еще нет как проверить никакой чувства и как не проверить время покажет главное не торопиться то есть живет пока спорная все никто никак не может проверить бывает любовь с первого взгляда а бывает думаешь первого было и оказалось что все это не и не любовь все друзья мы с вами прощаемся и возвращаемся к нашим обычным обязанностям счастливы вот так подавай помашем ручкой запарковать все заметили что у меня родинка наша лиса алиса и кот базилио до советским бэкграундом вот передают привет мальчику буратино и его папе карлу афанасичу вот как который ходит с топором и да и вот ищет другое полина очень сложно сказать не знаю что ты сказал но что-то веселое да да ладно счастливо помощи до свидания всем